Доброе утро, дорогие подписчики, любители казахских волкодавов. Сегодня первый день нашей прогулки. Так как у нас таймас вольный пёс, не привык к цепи. По ночам ему тоскливо, по утрам начинает выйти. Думаю, может и за мороза кушать хочет. А пёс вольный, свободу хочет к лошадям, к животным. Он подошёл, отмечает территорию свою, скучает по животным. А возможно, будем гулять с ним, а может и бегать. Кабель возрастная, я не думаю, что большие нагрузки нужны ему. Но прогулки аборигену прям необходимы. Солнце светит, всё ослепляет. Когда у меня жил Ахтабан, я его тоже в хозяйство привёз. Вот он прям как орангутанк, наверное, лечёл. Выл, кричал, отпусти. И отпускаешь. Он выбегает из ворот. Где-то полквартала пойдёт, отметит. Придёт, ляжет, успокаивается. Так, и эти все аборигенцы, вот у них нести. Показали свою территорию, пометить, проверить. Не пришёл ли хищник. Или чужая какая-то собака. Эти все рабочие моменты, поколение в поколение, передаются от отца к сыну. Но, к сожалению, если этих собак мы помещаем в клетку, все эти инстинкты утрачиваются. Многие скажут, да почему, да почему. Да нет, они и в клетке такие. Во-первых, вот эта собака, она социальная собака. Она общается, и лошадь увидит, как рожает, увидит, ягнёнка увидит. Понимаете? Соседскую собаку встретит. Друг другу объяснят, что это моя территория. Птички, суслики, там даже змея. Они всё это понимают. Где опасность, где свой, где чужой. А в клетке собака, это как в тюрьме для них. Кроме решёток и двора, больше ничего не видят. Кроме своего хозяина, который... Они думают, что он только сжать, приносит и всё. Погладил. А эти собаки, если им что-то не хватает, пойдут с родника, с речки выпьют витаминчики. Ещё что-то не хватает. Добирают. Охотятся. Чабан, что-то кинет лепёшку. Здесь и молоко есть, чуть-чуть молока нальёт. А с другой, всё это собака сама себе добывает. Она полная. Жизнь у хищника живёт. Этим не отличаются аборигенные собаки. Она практически ничем не отличается от волка. Только у неё есть своя территория, при которой она должна отвечать и охотиться. А клетки сожрал ведро, вынес ведро какашек. А эти во дворе не будут испорожняться. Будут далеко выбегать. Даже на цепи, когда первое время их привязываешь к аборигенному собаку, они воют, их отпускаешь, они далеко выбегают. И там ходит туалет. Как и эта собака. Тоже ей не нравится возле себя срать. Не лежать на ней же. Они очень умные. Так что, какие дела. Если вопросы есть, пишите в личку. Будем отвечать. Подписываемся. До новых встреч.